всем привет вы на канале магазина пряжи вязаные меня зовут мария сегодня познакомлю вас с новинкой от турецкой фирмы газал с пряжей у которой веселое название буги составе у нее 60 процентов акрила 10 полиамида и 30 процентов мериносовой шерсти моточек весит 50 грамм длина нить в нем 150 метров спицы для вязания рекомендуется от четырех до четырех с половиной и крючок от 4 до 5 нить слегка пушистая блестящая потому что в структуре есть вот такие металлизированные волокна кручение у нее ровничного типа то есть в структуре тонкие тонкие волокна и они скручены одной единой ниточкой само кручение очень свободное витков не видно отдельных то есть волокна лежат свободно вот такие тонкие волокна в структуре так как волокна тонкие под распущенные поэтому и нить пушистая по всей длине выступает свободный ворсик ворсик этот однородный и местами встречаются высокие блестящие ворсинки металлического люрекса нить слегка эластичная она поддается натягиванию и возвращается в первоначальное положение образец спицами лицевой гладью мы связали на спицах номер три с половиной в петли ниточка ложится ровно аккуратно подстраивается петли не пляшут в разнобое они очень четко одинаково лежат посмотрите какие они как будто на машинке вязаные и на полотне выступают вот такие ворсинки они переливаются на свету плюс сама поверхность слегка пушистая между петлями отдельными нет четкой границы полотно легкая воздушная она драпируется и не сминается то есть она легко расправляется и второй образец спицами мы связали ажурным узором также спицами номер три с половиной четкой структуру узора не видно она также слегка затуманивается дымка и ворсика но в целом узор виден он придает фактуру полотну и насыщает его полотно и так выглядит нарядно а в сочетании с ажурным узором еще больше приобретает вечерний праздничный вид узора в полотне немного расправляются то есть нить их не подсобирает узоры не стягивают полотно а немного струятся а вот резинку эта ниточка держит достаточно хорошо и даже пружинит за счет того что здесь 30 процентов мериносовой шерсти поэтому я думаю что в косах варанах также она хорошо ляжет они будут иметь достаточный объем не такой как в чистой мериносовой шерсти но достаточно для того чтобы узор смотрелся красиво и крючком номер три мы связали образец столбиками вот так нить укладывается в крючке тоже петля к петле ровно аккуратно здесь никаких претензий нет к ней и цвет красиво тоже играет обратите внимание что он слегка меланжируют с одной стороны он серый с другой стороны у него есть зеленоватый подтон из рекомендаций по уходу стирка советуются ручная при 30 градусах нельзя изделие сушить стиральной машине и сушить его нужно в разложенном виде на горизонтальной поверхности так как составе 60 процентов акрила акрил может давать 5 процентную вытяжку поэтому перед началом работы лучше связать образец постирать его хотя нить производит впечатление устойчивой но разные узоры могут по-разному влиять на стабильность полотна по колкости ниточка мягкая здесь не так много шерсти в составе и с таким составом обычно пряжа подходит для вязания людям чувствительной кожей но все индивидуально очень поэтому лучше на свой личный опыт опираться плюс нет нестандартная у нее присутствует свободный ворсик он также может вызывать ощущение особые на коже кто-то это может воспринять как колкость появилась эта пряжа недавно эта новинка поэтому не еще не очень богатая цветовая палитра но даже те цвета которые уже есть они достаточно интересные каждый цвет самостоятельный сложный у нас сейчас наличие всего четыре цвета но мы обязательно будем расширять ассортимент и подписывайтесь на нас социальных сетях там мы как-нибудь выложим всю палитру 2163 2150 2160 2161 черный и обратите внимание что ворсик может идти в тон основной нити как например в черном цвете его практически не видно и может иметь другой оттенок например вот такой зеленовато золотой черный цвет при естественном освещении практически не блестит но все меняется когда появляется искусственное освещение у него появляется такой ненавязчивый дорогой блеск вязать из этой пряжи можно всю зимнюю классику это шапки шарфы кофты пуловеры также она подойдет для демисезонной одежды потому что шерсти не так много и изделия будут в меру теплыми помещение в них должно быть комфортно если вы уже что-то успели связать то поделитесь своим впечатлением напишите внизу комментарий и подписывайтесь на наш канал дальше я тоже вам буду показывать много новинок интересных с образцами с палитрой и увидимся с вами в следующих видео всем пока